Ну что, бандиты, давно не виделись, и за это давно накопилось огромное количество продуктов, которые нужно попробовать и поделиться с вами авторитетным впечатлением о этих продуктах, чтобы вы не тратили свои деньги без толку. Поэтому сегодня по фасту про новые 4 вкуса бруска, новые 5 вкусов табу, двух из, наверное, ну, одних из самых интересных бестабачных брендов сейчас на российском кальянном рынке. Па-па-па-поехали! Братва, я напоминаю, что такое рубрика по фасту про. Мы стараемся, чтобы она занимала где-то 5-7 минут видеоролика, и вы быстро могли узнать все самое свежее и новое, что произошло в индустрии. В этом выпуске мы говорим про лидеров новинки, лидеров рынка, бестабачки на основе каркаде, он же суданская роза, он же гибискус. Короче, это все один и тот же чай, который сейчас использует огромное количество производителей нового поколения. Типа там Бруска, Табу, еще какие-то чаи. Ну, короче, дохуя чаев на вот этой суданской розе сейчас делается. Самые, ну, которые я выделяю для себя из этого дохуя количества, это, конечно же, два бренда. Бруска и Табу. Табу, ну, еще и потому, что мы хорошо дружим, общаемся с Максом. Это наши краснодарские ребята, как мы им потом в глаза будем смотреть, если там не поддержим, тем более, если, ну, как бы, продукт нормальный. Вот. Поэтому Табу я выделяю и Бруска я тоже выделяю. Так получилось, что у меня есть новые вкусы, последние, которые вышли и Бруска, и Табу. И сейчас мы их все будем с вами пробовать. Нихуя еще, конечно, не прогрелась. Давайте я вам расскажу про вкусы, которые я уже попробовал. Есть три аромата, которые мы не забили у Табу. Это жасминовый лимонад. Вообще, короче, что можно сказать быстро по Табу. Мне, короче, типа, это всегда курилось очень вкусно. Я курил еще тестеры Макс, полукилограммовые мне приносил. Первые, без никотина вообще, жидкого. И, типа, это было вкуснее, как будто бы, чем сейчас. Сейчас, из-за того, что в продукте жидкий никотин есть, крепость в нем присутствует, это немножко влияет на ощущение от курения. Я довольно, ну, короче, я могу в чашку с чем-то забить Табу, но в соло я попробовал, мне, конечно, поддавливает. В соло я бы, короче, курить не стал. Но, типа, для миксов один из самых прикольных продуктов, которые я на постоянке использую, в том числе даже дома. Вот, и, короче, вышли у них новые вкусы. Это жасминовый лимонад. Вкусно, опять же, только для миксов. И, ну, совсем чуть-чуть ложить. То есть, типа, прям процентов 5 положил, у тебя будет чуть-чуть цветочности, потому что все, что больше, уже, ну, типа, переходит в духи. И, несмотря на то, что в начале первые 5 минут курить очень приятно, потом становится курить совсем неприятно. И в этом проблема. Гранат, короче, суперудавшийся. Гранат вкусный, вообще никаких вопросов нету. Это отдаленно похоже чем-то, типа, там, на Саркози хулиган. И все, что с этим связано, потому что делал это тоже макс. Я думаю, что тот гранат какие-то отголоски здесь, безусловно, оставил. И аромат киви, киви пайп, райп. Короче, аромат киви мне не понравился. Не очень сильно яркий, абсолютно заврядный вкус. Но остались еще, значит, два аромата, которые мы будем пробовать сейчас вместе с вами. И я предлагаю начинать это делать, правильно? Потому что рубрика по фасту про. Ну, бля, камень, я торопился. Затягиваемся, короче, по фасту про. Чуть-чуть расслабьтесь, короче. Чуть-чуть придется задержаться. Так, ну все, ребята, у меня, значит, на горизонте показались уже дымки. Бля. На горизонте показались дымки. Это значит, что чашки уже почти до прогревались. И мы сейчас быстро их попробуем. Но, походу, придется чуть-чуть задержаться все-таки. Чашки долго греются. Значит, я рассказал вот то, что я знаю про табу. Очень вкусно мешать. В соло, ну, не прям, очень вкусно. Тирамису, вкус, который я буду пробовать сейчас. Вот вкусно, но уже, типа, еще даже на процессе прокурки уже раскуривание чувствуется, что, конечно, чуть-чуть поддавливает на голову. Я так как, ну, я понимаю, зачем прибавляют крепости, да, производители чая. Я так же и не понимаю, нахуя его добавлять. Но сделайте с никотином и без никотина. И вот я бы с удовольствием, например, бы курил без никотина, потому что мне супер нравится. Я просто бы, типа, вставил, добавлял бы какого-нибудь танджа, три щепотки. У меня получалось нужная мне крепость, и я бы курил. А так все равно, конечно, ощущается. Поддавливание. Ну и в то же время я понимаю, что все-таки основной массе людей, наверное, похуй. Им лишь бы, блядь, какая-то крепость была. Но, во всяком случае, мне кажется, что так рассуждают все чайники. Чайники, в смысле, производители чайных смесей для кальяна на российском рынке, блядь. Я тоже, кстати, думаю чай сделать. Мы обсуждали вчера. Пока просто думаю. А, надо зарезюмировать тирамису. Тирамису получился удачный. Такое в нем даже что-то кофейное есть. Да, тут даже и нарисованы кофе, если присмотреться. Небольшие зернышки. Короче, я резюмирую, что тирамису можно курить, если вам нравится кофейная, десертная такая история. Но не более того. Так, нам нужен шланг для следующей вуки. Тороплюсь, тороплюсь, камень. Какая минута уже идет? Ну, уже в 5 не уложились. Сука. Блядь. Ну, надо тренироваться, потому что я сколько-нибудь снимал. И, значит, последний вкус, ребята. Ребята. Тропический джуз. Тропический сок. Нет, это тирамису. Тогда подожди, блядь. Я их поменял местами, потому что, блядь, это не курится как... По фасту про, по фасту про, но нужно разобраться. Мы же профессионалы. А, тогда... А, тогда... Просто вот это курилось как тирамису. Я, блядь, столько про него рассказал, про это тирамису. Блядь. Что за куня? Попробуй. Тропический сок. Похоже на тропический сок? Да, блядь. А теперь попробуй тирамису. Ну, это тирамису вкуснее, чем это. Просто вопрос, тирамису ли это? Точного ответа на все вопросы мы с вами найти однозначного не сможем. Но понятно, что это тирамису... Ну, да, это точно тирамису. Тирамису вкусный, намного вкуснее, чем тогда, когда я о нем рассказывал, блядь, когда это, походу, был не тирамису. Есть вероятность, что произошла какая-то программная ошибка, и здесь недоделанный тирамису вместо тропического сока или очень плохой тропический сок, похожий на тирамису. Едем дальше. Давай, Илюха, позовем. Илюха, иди сюда. Поучаствуйте в любом тестировании, в самом быстром шоу на кальяном ютубе по фасту про на канального хулиму и попробуйте, какой тирамису вкуснее, вот это или вот это? Сейчас запись. Так, ну это нормальная тирамису, да? Ну, типа да, пора не плохая. Вот, а это? Ну, это вот, знаете, с такая нотка непонятная. Мне кажется, это здесь будет не плохая. Да, теперь вопрос. Вот это тропический джуз. Ну, они че-то похожи. Ну, вот. Ну, короче, если вы хотите покурить тирамису, то лучше берите тирамису, а не тропический джуз. Это табу. Короче, все, едем дальше. Хватит, блядь, хиканьки-хаканьки. Разводитель. Я спешу, блядь. Бруско, вишневый лимонад. Вишневый лимонад, согласитесь, звучит вкусно, потому что все мы понимаем, что вишневый лимонад – это вишня с лимоном. Бруско, кстати, тоже чуть-чуть поддавливает, но вроде немножко поплавнее курица. Ну, не, не поплавнее, тоже поддавливает, пиздец. Слушайте, ну вкусно, вкусно. И аж помните, перед тем, как еще начал пробовать этот вкус, я же вам сразу сказал, что вишня и лимон – это вкусно, и ощущается приятная такая прям натуральная вишня, как замороженная, знаете, кислая. Разморозил сахаром, посыпал и съел. Нет, не делайте так, ну, тогда забудьте. Вот, прям кислая-килая, короче, и лимон, вкусно. Кстати, всего вкусов ребята представили пять, но у нас не все пять. О, нихуя себе! Короче, в натуре похоже на скитлс. Это вкус фруктовое драже, я так понимаю. Да, это вкус фруктовое драже, и прям пиздец на скитлс похоже. Охуенно! Чтобы понять, чем похоже на скитлс, если пили Mountain View Voltage, вот у него есть такой привкус конфетный, вот он здесь тоже присутствует, это, блядь, прям супер вкусный вкус. Фига себе, вот это прям открытие. Короче, драже заебок. Намного необычнее, то есть даже если выделять какой-то из двух вкусов, которые попробовал, драже прям пиздец вкусом. Так, значит, едем дальше. У нас такая коричневая пачка, это яблочный штрудель. Кстати, у меня сегодня не все вкусы, у меня будет вкуса всего 4 из 5. Почему так произошло, я не знаю, может быть потеряли, скорее всего. Бля, яблочный штрудель какой-то ананасовый. Бля, яблочный штрудель... Ну да, хуйня постная. Ну, какое-то там яблоко есть, но оно такое полежавшее, блядь, уже затемневшее все, что... Пиздец, мухой себя чувствуешь. Последний вкус, который у нас есть, а сейчас мы идентифицируем, что нету. А нету имбиря с лимоном. Ну, нету и нету, все знают, что имбирь с лимоном, это все равно. Если кто-то курит, то это хулиган-табак курит. Там понятно все уже. И аромат бельгийский вафли. Фу, блядь. Фу, отвратительно. Друзья, по фасту про заканчиваем. Выделяем вкусы, которые стоит попробовать у лидеров сегмента без табачки на основе каркадешки. Или гибискуса, или суданской розы. Значит, гранат очень вкусный получился. Тирамису можно попробовать. Это нет. И жасминовый чай, как очень прикольная составляющая для ваших миксов. Прямо 5-10% кладете куда угодно. Прикольнейший аромат получается. И только не больше. А тирамису вкусно-насыщенно. Вот тот, который был. И гранат вкусный, насыщенный. Похож чем-то на саркози хулиган. Когда мы делали, как будто гранат оттуда. Вишневый лимонад мы записываем в плюс у Бруско. И в супер плюс вообще этого выпуска в необычный вкус, который типа прям стоит попробовать. Не ожидал, что я так скажу. Это вот это фруктовое драже. Я вот даже сейчас мы закончим еще раз попробую покурить. Фруктовое драже от Бруско. Потому что очень вкусно. Прям как Скитлз. Итак, 200 грамм. Это, между прочим, новая фасовка компании Бруско. И стоит 200 грамм в розницу, как я понимаю, 500 рублей. Фасовка, которая от бренда Табу была у нас в выпуске. Это фасовка мелкая. Она стоит на полке 150 рублей. Соответственно, это супер доступные продукты. Вы пробуйте. Ну что, друзья, вы были на канале Нуа Хули Муви. Мы сегодня обсуждали прикольных лидеров рынка без табачных смесей. Выделили все самое главное. Два набора. Один набор новых вкусов Табу. И один набор новых вкусов Бруско. Разыграем здесь сейчас с вами. Для того, чтобы выиграть, нужно поставить лайк. Подписаться на канал. И написать любой комментарий, как ваши дела. Пробовали ли эти продукты вы. И вообще, как к такого рода штучкам относитесь. Играетесь ли с такого рода без табачки. И курите ли ее дома, используете ли в заведение. Вот, и определим случайным образом 20-го числа победителей. И отправим вам подарки. Оставайтесь на связи, братва. Чо кого? Сучара. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok